Русская служба новостей Русская служба новостей История Русской службы новостей Русской службы новостей Русской службы новостей Успехов на государственном посту пожелал президенту Абхазии и председатель правительства России Дмитрий Медведев Глава российского правительства высоко оценил личный вклад Рауля Хаджинба в развитие российско-абхазских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства Дмитрий Медведев высказал убеждение, что дальнейшее укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация перспективных совместных проектов в различных областях в полной мере отвечает интересам двух стран. Поздравительное послание Рауль Хаджимба направил президент Сирийской Арабской Республики Башар Аль-Асад. Сирийский лидер пожелал президенту Абхазии здоровья и счастья, его семье радость и благополучие, а народу Абхазии прогресса и процветания. Президента Абхазии с юбилеем президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Поздравительные телеграммы прислали председатель Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Не остались в стороне и руководители российских регионов. Рауля Хаджимба поздравили главы Адыгеи Мурат Кумпилов, Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов, Кабардино-Балкарии Юрий Коков, президент Татарстана Рустам Миниханов и многие другие. С юбилеем поздравили президента и абхазские политики. Так, спикер Валерий Кварчия поздравил главу исполнительной власти от имени Народного собрания. Он выразил уверенность в том, что деятельность Рауля Хаджимба на посту президента Абхазии и в дальнейшем будет способствовать динамике развития законотворческой деятельности и государственного строительства, расширению связи и углублению взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами мира. Полицовет Республиканской политической партии Форум Народного Единства Абхазии поздравил президента с юбилеем. Весом ваш вклад в обеспечение значительных достижений в различных сферах внутренней и внешней политики. Немало трудностей предстоит преодолеть на пути развития и роста нашего государства, говорится в частности в поздравительном тексте. Плодотворной работой на высоком государственном посту пожелали президенту общественной организации Весерана в Отечественной войне народа Абхазии Аруа и Аббаш, Общественная палата Абхазии и другие политические и общественные организации страны. К юбилею главы государства и мы подготовили небольшой материал о наиболее заметных, на наш взгляд, изменениях в стране. В 2014 году большинство граждан нашей страны отдали свои голоса Раулю Джунковичу. Прошло 4 года и, как говорит сам президент, сделано немало, но предстоит сделать еще больше. Еще во время своей предвыборной кампании Рауль Хаджимба говорил о необходимости реформ в нашей стране. Так что же сделано и что предстоит сделать? Об этом материал подготовлены нашими корреспондентами. О необходимости создания Конституционного суда в Абхазии стали говорить еще в 2004 году, когда в стране произошел первый серьезный политический кризис. Но несмотря на готовность к преобразованиям, на разговоры ушло более 10 лет. И только в 2014 году в основной закон страны были внесены поправки, предусматривающие создание Конституционного суда. Что касается его формирования, то на это ушло еще 4 года. Только в этом году Конституционный суд, наконец, был сформирован. На этом примере очень хорошо заметна конфронтация в нашем обществе. И понятно, почему жизненно важные для нормального функционирования государства вопросы решаются с таким трудом. Реформирование судебной системы было продолжено. На момент образования службы судебных приставов более 2,5 тысяч судебных дел, по которым были вынесены решения, ждали исполнения. С мая 2017 года исполнено 522 судебных решений. Государству возвращено кредитов и взыскано штрафов на сумму 5 миллионов 703 тысячи 425 рублей. В прошлом году впервые в истории современного абхазского государства было принято и исполнено решение о сносе незаконной постройки в Питсунде. А в декабре 2017 года была снесена незаконная постройка в Сухуми. Решение о замене паспорта гражданина Абхазии старого образца было принято в 2014 году. Старые бланки не имели достаточной степени защиты и были действительно только на территории Абхазии. Новые паспорта имеют высокую степень защиты и соответствуют международным стандартам защиты подобных документов. И что очень удобно, по этим паспортам граждане Абхазии могут беспрепятственно пересекать Абхазо-российскую границу. В конце 2016 года было принято решение о закрытии четырех пунктов пропуска на границе с Грузией. Это позволило привести режим пересечения государственной границы в соответствии с международными стандартами, а также способствовало улучшению криминогенной обстановки в районе. В 2016 году с официального введения казначейства в Абхазии началось реформирование финансовой системы. С тех пор передвижение бюджетных средств стало абсолютно прозрачным. Серьезные преобразования произошли и в банковской сфере Абхазии. Работа Национального банка стала более эффективной. Число выпущенных карт АПРО до 2014 года составляет 1387, а за прошедшие три года более 80 тысяч. Возросло число потребительских кредитов физическим лицам. Если ранее это число составляло 4892, то сейчас оно выросло до 17 828. В разы увеличились отчисления в бюджет части прибыли Нацбанка. Если в предыдущие годы не отчислялось ни рубля, то за последние три года в бюджет страны отчислено более 22 миллионов рублей. За последние годы почти в два раза увеличилась доля собственных доходов в бюджет нашей страны. Это стало возможным благодаря более жесткому контролю деятельности многих государственных объектов. Например, значительно увеличилось поступление в бюджет доходов от Рицинского реликтового парка. Заповедник перечисляет бюджет более 200 миллионов рублей против 50, которые были ранее. Трудом, но все же продвигается процесс реформирования налогового законодательства. В частности, в парламенте создана рабочая группа, которая будет заниматься его пересмотром. Возможно, в этом году этот процесс будет завершен, и будут приняты решения, выгодные и бизнесу, и государству. Заметно, что страна медленно, но все-таки движется по пути развития. Но проблем в Абхазии по-прежнему немало. О первоочередных задачах и приоритетных направлениях развития Абхазии в ближайшем будущем четко и конкретно говорил Рауль Хаджимов в послании парламенту. В частности, глава государства подчеркнул необходимость реформирования всей правоохранительной системы. Система управления правоохранительных органов громоздка и неэффективна. Поручаю Министерству внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными органами, депутатами и общественностью разработать и представить в парламент проект нового закона о милиции. Новый закон должен обеспечить более надежную защиту прав граждан, их собственности, интереса общества и государства, способствовать формированию в общественном создании нового облика сотрудника милиции. С вступлением в силу нового трудового кодекса разрабатываются нормативные документы в области занятости, безопасности и охраны труда. Государством выполняются обязательства по выполнению пенсионного обеспечения. Инвалидам первой группы Отечественной войны содержание повышено в два раза и составляет 20 тысяч рублей. Введены доплаты пенсионерам, находящимся на пенсионном обеспечении госбюджета республики. С 2015 года им начисляются доплаты на сумму до 1000 рублей. Ежемесячные пособия на каждого ребенка в многодетных темах, где более шести детей, увеличены в два раза. Президент поставил задачу разработать концепцию совершенствования системы пенсионного и социального обеспечения. Последовательный переход на страховые принципы пенсионной системы будет иметь самые благоприятные последствия для каждого пенсионера. Определение размера пенсии будет более справедливым и сбалансированным. А оптимизация финансирования пенсии позволит в дальнейшем повысить размеры данных социальных выплат. Новая система выведет из тени доходы граждан, так как лица, не достигшие пенсионного возраста, будут заинтересованы показывать свои доходы, получать белую зарплату. Ведь только в этом случае будут осуществляться страховые отчисления. Конечно, все мы хотим начать жить лучше прямо сейчас. Процесс реформирования не так прост. И чтобы реформы работали, нужно в первую очередь хотеть и не бояться что-то изменить. Если все поставленные задачи в послании президента будут выполнены, несомненно, это отразится на жизни граждан Абхазии. Для тех, кто работает, время летит незаметно. Четыре года прошли для кого-то быстро, для кого-то не очень. Есть конкретные результаты, которыми можно гордиться, но и есть еще много проблем, решения которых ждет наш многострадальный народ. Как часто отмечают Рауль Хаджумба, существующие в обществе расхождения по политическим позициям не должны становиться основой или поводом для экстремальных форм политической борьбы, которая в конечном счете негативно отражается на жизнедеятельности государства. Чтобы наша страна стала сильной и экономически развитой, усилий одного человека недостаточно. Здесь нужна совместная работа и поддержка, а также непреодолимое желание сделать жизнь своих сограждан лучше. Ирина Аршба, Абхазское телевидение. К другим темам. Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Абхазии, перечень наркотических и психотропных веществ, подлежащих контролю в стране и ряд других решений, принял сегодня на очередном заседании Кабинет Министров Республики. Репортаж Алики Трапш. На заседании Кабинета Министров были представлены и утверждены 14 новых целевых ведомственных программ Министерства здравоохранения Абхазии, которые направлены на оказание неотложной специализированной медицинской помощи. Так была принята программа по улучшению и оснащению материально-технической базы станции отделения скорой помощи, которая позволит качественно и быстро оказать медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В прошлом году правительство приобрело для нужд неотложной помощи 8 машин скорой помощи класса А. В этом году мы планируем оснастить эти машины необходимым диагностическим и лечебным оборудованием, в том числе электрокардиографом с программным делемедицинским обеспечением. Это впервые, что позволит нам качественно на догоспитальном этапе оказывать неотложную помощь, в первую очередь, больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, что, в свою очередь, значительно улучшит как ближайшие, так и отдаленные прогнозы у больных с освоим инфарктом миокарда или с инсультами. Поэтому мы считаем эту программу очень важной. Единогласным решением кабинет министра в республике дополнил перечень наркотических веществ. В связи с большим злоупотреблением среди молодежи лекарственного препарата «Пригабалин», известного как «Лирика», члены правительства приняли решение о его запрете. Кабинет министров утвердил еще одну программу об организации обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Абхазии. На ее реализацию выделено 5 миллионов 100 тысяч рублей. Цель данной программы заключается в открытии пунктов выдачи по лесу обязательного медицинского страхования, организации работы этих пунктов по всей территории республики, оснащение их материально-технической базой и оргтехникой, привлечение специалистов для работы в этих пунктах. В рамках реализации межгосударственного соглашения показания специализированные, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, в рамках обязательного медицинского страхования. Кабинет министров утвердил и ряд других ведомственных программ Министерства здравоохранения республики. В их числе проведение внешнего контроля качества лабораторных исследований и системы межлабораторных с лечительных испытаний, кадровое обеспечение системы здравоохранения республики, лечения граждан за пределами Абхазии и другие. Также члены правительства дали разрешение на ввоз в республику использованных резиновых шин. К сожалению, не все могут себе обеспечить новые покрышки. Люди завозят, потому что их покупают. Потому что не все могут себе позволить купить новые покрышки. Ценовая разница в разы. Бэушная покрышка с износом 20-30%, которая может еще послужить какое-то время. И люди покупают эти покрышки, пока есть высокий спрос. Когда у нас будет возможность всем покупать новые покрышки, наверное, мы откажемся от такой практики. Постановлением Кабинета министров внесены изменения в программу инвентаризации недвижимых объектов историко-культурного наследия Абхазии. Часть работ по изучению и инвентаризации объектов, запланированных на 2017 год, перенесена на 2018. Инвентаризация должна быть завершена в конце текущего года с оставлением полного реестра объектов историко-культурного наследия. На заседании правительства было принято решение о внесении изменений в постановление Кабинета министров, о порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования реестра собственности, согласно которым пять объектов в Сухумском, Гулрыбском и Туарчалском районах переведены в муниципальную собственность. Мана Наделба избрана председателем Верховного суда Абхазии на очередном заседании сессии Народного собрания. Также были избраны председатели контрольной палаты и уполномочены по правам человека. Кроме того, депутаты сделали заявление по поводу перевода из категории в категорию земельных участков. Подробности в репортаже Ирины Аршба. Депутаты Народного собрания рассмотрели 12 вопросов в повестке дня очередного заседания сессии парламента. Кроме того, в начале заседания депутаты включили еще два вопросы. Было рассмотрено четыре кадровых вопроса. Путем тайного голосования избраны председатель Верховного суда, председатель контрольной палаты и уполномоченный по правам человека. Кандидатуру Мананы Делба на должность председателя Верховного суда представил представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба, который отметил, что ее кандидатура соответствует всем необходимым требованиям. Кандидатуру Мананы Делба поддержал и председатель комитета по правовой политике Валерий Агрба. В итоге Манана Делба была единогласно избрана председателем Верховного суда Абхазии. Ей также присвоен высший квалификационный чин. Первый квалификационный класс Манани Делба был присвоен еще в 2010 году. В сентябре 2015 года она была назначена судьей арбитражного суда Абхазии, а с 2017 года вошла в судейский состав Верховного суда. За продление полномочий председателя контрольной палаты Роберта Аршба из 30 присутствовавших депутатов 25 проголосовали за и трое против. На должность уполномоченного по правам человека претендовали двое – Асида Шакрыл и Адисей Бигвава. В итоге большинством голосов новым амбудсменом Абхазии избрана Асида Шакрыл. Вступая в должность уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия, торжественно клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, честно, беспристрастно и добросовестно исполнять свои обязанности. Руководствуюсь Конституцией и законами Республики Абхазия, справедливостью и голосом совести. Во втором окончательном чтении депутаты приняли проект закона о внесении изменений в закон о государственной пошлине. Законопроект устанавливает максимальный предел госпошлины с исковых заявлений имущественного характера при оценке иска свыше 500 тысяч рублей. Размер пошлины не должен превышать 100 тысяч рублей. В закон о статистической деятельности также внесены изменения. Теперь за присвоение статистических кодов будет взиматься плата, размер которой устанавливает кабинет министров. Эти средства будут зачисляться в бюджет в 100% размере. Поправка принята в первом окончательном чтении. Изменения, которые мы сейчас вносим, устранят существующие в указанной сфере правового регулирования законодательного пробела. То есть за присвоение кодов в законе будет уже четко прописано, что за присвоение кодов взимается плата, которая поступает в бюджет. Внесены изменения в закон о порядке выезда и въезда в Республику Абхазия и в закон о правовом положении в Республике иностранных граждан. Положение настоящего закона в части, касающегося применения иностранными гражданами и лицами безгражданства, миграционной карты вступает в силу с 1 июня 2018 года, за исключением граждан Российской Федерации. Положение настоящего закона в части, касающегося применения гражданами Российской Федерации, миграционной карты, вступает в силу с 1 января 2021 года. Поправка направлена на легализацию нахождения на территории Абхазии иностранных граждан, прибывающих в нашу страну, в целях осуществления трудовой деятельности. Теперь эти граждане смогут напрямую, минуя посредников, обращаться в государственную миграционную службу. Иностранные граждане, приезжающие для осуществления трудовой деятельности в Республике Абхазия, на момент приезда они еще не могут заключить договор на момент обращения в миграционную службу. И они приезжали, обращались к, не попустило слово, к посредническим структурам, брокерские структуры были созданы, которые заключали с ними гражданско-правовые договоры, получали разрешение на работу, после этого договор расторгался, и на эту квоту заключался договор с другим иностранным гражданином и лицом без гражданства. По оценкам Министерства по налогам и сборов, используя правовую лазейку, в законе эти посреднические структуры, из-за их деятельности бюджет недополучил 17 миллионов рублей. В итоге законопроект был принят в третьем окончательном чтении. Остальные вопросы повестки дня касались приватизации объектов госсобственности и перевода земельных участков из категории в категорию. После долгого обсуждения депутаты приняли решение отложить рассмотрение этих вопросов. Сельское хозяйство, наряду с туризмом, является приоритетным, перспективным направлением для нашей страны. Считаю необходимым отразить рассмотрение вопроса перевода сельскохозяйственных земель исключительно для целей строительства коммуникации, инфраструктуры, жизнеобеспечения, строительства промышленных объектов, объектов обороны, объектов социальной инфраструктуры и иных объектов и цели, имеющие особо важное значение для страны и районов. В отношении земель расположенных в 500-метровой зоне, считаю необходимо как-то провести зонирование и считаю целесообразным рассматривать их использование преимущественно в рекреационных целях. Проект постановления будет представлен на рассмотрение депутатов уже к следующему заседанию сессии парламента. Ирина Аршба, Бестан Джинджал, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. В подразделениях Министерства обороны Абхазии продолжаются занятия по боевой и морально-психологической подготовке военнослужащих. В рамках учений уже второй день проходят командно-штабные мобилизационные занятия с третьим отдельным горно-стрелковым батальоном и военными комиссариатами. Сегодня мы проводим сборовых мероприятий с подразделениями, вновь формируемые на военное время. Всего занятия будут проходить три дня. Вчера мы с администрацией провели занятия, а сегодня полностью с призывом 561 человек, которые должны быть на докомплектование подразделений. Завтра третий день будет практический. Мы сейчас уже в этом году по приказу министра обороны и плану проводим, кроме сборовых мероприятий, практические занятия. В Сухуми состоялось расширенное заседание экспертного совета международного объединения Аллашера по программе «Абазины и Абхазы». Основная тема – обсуждение сохранения и развития языков и историко-культурного наследия братских народов. Тему продолжит Саресмур. Вопрос сохранения и развития абхазского и абазинского языков уже давно стоит перед обществом. Созданная в 2016 году при содействии Академии наук Абхазии некоммерческая организация Аллашера на протяжении нескольких лет ведет активную работу по решению этой проблемы. Проводятся конференции, создаются комиссии по мониторингу ситуации. Создано несколько институтов, разрабатываются различные программы по изучению языков. На расширенном заседании экспертного совета были подведены итоги работы за два года. Председатель экспертного совета Муса Экзеков в своем выступлении отметил, что организация сегодня не стоит на месте. Проделана большая работа. Тем не менее, проблема остается нерешенной и необходимо привлечь еще больше экспертов. Сегодня на абхазский язык переведено множество мультфильмов, фильмов и передач для детей. Есть пособия по изучению языков, энциклобендии и детские книги. Все это подчеркнул Муса Экзеков. Сегодня уже нам необходимо иметь для сохранения и развития языков всю необходимую методологию, начиная для детских садов, для школ, для дополнительного изучения. Потом для наших сограждан за рубежом, чтобы они имели возможность изучать родной язык, для начинающих, для тех, кто хотят совершенствовать язык. Причем любые методы, что печатные, что аудио, видео и так далее. Языковед, доктор филологических наук Вячеслав Чирик посчитает, что необходимо принимать очень решительные и быстрые меры, чтобы изменить ситуацию к лучшему. По его словам, несмотря на все старания, сегодня люди больше говорят на русском языке. Согласно проведенному исследованию, через 20 лет количество говорящих на родном языке сократится до 40%. Вячеслав Чирикба отметил, что необходимо разработать новую методику изучения абхазского языка и изменить все учебники. По мнению министра образования и науки Адгура Кокоба, не все книги нужно переиздавать. Но при этом он согласился с тем, что работа по реформированию программы изучения языка предстоит большая. Языки находятся в очень сложном положении. Они не выдерживают конкуренции с русским языком, поскольку действительно сферы наших языков сужаются, как в Карачао-Черкесии, так и в Абхазии. Надо принять престиж языка. И целью конечной нашей программы является, несомненно, создание новой методики преподавания абхазского языка. Это общая задача, общая основная задача. И изменение всех учебников. Всех буквально учебников нужны просто их новые учебники. На основе старых, но все-таки обновить их коренным образом. Мнения членов экспертного совета разделились. Часть экспертов отмечала, что необходимо создать новую программу развития языка. Другие уверены, что программа, по которой сегодня работает экспертное сообщество, уже через несколько лет даст видимые результаты. Сария Смэр, Беслан Чейнджерия, Абхазское телевидение. Заседание экспертного совета продолжилось во второй половине дня. К экспертам присоединились гости Северного Кавказа, которые рассказали о работе общественной ассоциации Абсадгил, созданной в Карачаево-Черкесии менее года назад. Ассоциация сегодня активно работает, развивается и успешно сотрудничает с общественной организацией Алашара. Ассоциация Абсадгил объединила восемь общественных организаций, в их числе молодежная организация, совет старейшин, женский совет, совет ветеранов и другие. По словам Мусы Экзекова, с момента объединения организаций все возникающие вопросы и проблемы решаются внутри ассоциации. Каждый год они совместно проводят большое количество мероприятий. Вы знаете, с момента, как мы объединились в одну команду, мы договорились, что все вопросы решаем внутри этой ассоциации, принимаем решения, далее вписываем это в программу и вместе реализовываем. И так здорово, что мы объединились, так здорово, что мы вместе работаем. У нас не возникает противоречий, а только получаем огромное удовольствие от того, что мы вместе работаем в каждом населенном пункте. Процесс создания ассоциации был нелегким, сложно было наладить работу. Тем не менее, сейчас организация активно развивается. Из всех направлений одной из приоритетных задач для ассоциации Апсадгил является сохранение и развитие языка и этноса. Ведется активная работа в селах. Весь генофонд всегда находится где? В селах. Так и было раньше. Вся ситуация может меняться, но в селах. А для нас это вдвойне важно. У нас всего 13 сел, но вместе с тем мы чувствовали, что если еще мы пропустим время, 5-10 лет, все идет без возврата. Другой плоскости совершенно. Ну, естественно, мы взялись за это дело. Активное участие в жизни Апазин принимает женский совет. Организация часто проводит культурные и спортивные мероприятия не только в городах, но и в селах. В 2017 году ассоциацией Апсадгил была утверждена премия молодым аспирантам, которые в течение года сумеют защитить диссертацию на тему развития абхазского и абазинского языков. И вот на нынешнем заседании экспертного совета кандидату филологических наук Асмат Авидзба был вручен сертификат на сумму 200 тысяч рублей от организации Алашара. Тема моей диссертационной работы звучит следующим образом. Локальные привербы в абхазском и абазинском языках. Благодаря защите я узнала вообще более подробно о деятельности, о структуре Алашара. И хочу им также выразить благодарность в лице их руководителя Усэгзекова. На заседании также выступил председатель совета старейшин Абхазии Аполлон Шинкуба. Он отметил, что сегодня ассоциация Апсадгил находится на правильном пути развития языка и культуры. В ходе заседания было отмечено, что в Абхазии много общественных организаций, которые могли бы перенять опыт у своих коллег. Сария Смыра, Стамур Гожба, Абхазское телевидение. 22 марта в Сухуми состоится очередное заседание 7-го съезда Всемирного Абхаза-Базинского конгресса. На повестке дня заседания рассмотрение и внесение поправок в устав ВАГ, принятые на заседании съезда 8 декабря 2017 года и выборы Высшего совета Всемирного Абхаза-Базинского конгресса. 20 марта в столице России во Дворце культуры «Москвич» выступил Абхазский государственный молодежный театр со спектаклем «Келешбей». Показ спектакля в Москве был приурочен к 60-летию со дня образования Московской абхазской диаспоры. Театральная постановка Государственного молодежного театра по одноименной пьесе Анзура Мукба Келешбей режиссера-постановщика Шалвы Гицба отражает историю Абхазии начала 19 века. Абхазскому зрителю спектакль показывали уже 9 раз и каждый раз аншлаг. Но, как известно, границы творчества необходимо расширять. Поэтому поездка в столицу России по приглашению Московской абхазской диаспоры оказалась как нельзя кстати. Показ спектакля в российской столице был приурочен к знаменательной дате 60-летию со дня образования Московской абхазской диаспоры. Кажется, что помимо того, что этот спектакль идет с успехом Абхазии, очень хотелось бы его показать в Москве для диаспоры. И тема самого спектакля очень интересная. Это такое было исторически рубежное время для Абхазии. Время выбора, время выбора дальнейшего пути и дальнейшего развития. Это первый выезд молодежного театра за пределы республики, что, несомненно, накладывало на актеров долю ответственности. Они очень переживали и с трепетом ждали встречи со зрителем. Ну а зрители, наши соотечественники в российской столице, предвкушая постановку знаменитого спектакля, с нетерпением ждали выхода на сцену актеров молодежного театра. Прекрасно, что театр, этот молодежный театр под руководством нашей прославленной актрисы Софа Агума приехал в Москву. Это первая гастроль, надеюсь, не последняя. Я имею к этому спектаклю самое непосредственное отношение, но всем известно, что режиссер спектакля мой отец, Шалва Гитсба, благодаря тому, что Анзор Муква написал великолепную пьесу, Шалва нашел интересное изложение этой пьесы, и концептуально они подошли очень как-то интересно. Пьеса состоялась, спектакль состоялся, он инсценирован очень интересно и ясно. Я хочу поблагодарить московскую абхазскую диаспору в лице Беслана Агрба за предоставленную возможность нам увидеть этот спектакль, за то, что пригласили наших абхазских ребят приехать сюда. И, в общем, я думаю, что все будет замечательно, как обычно. собрала в Москве полный зрительный зал. Спектакль шел с синхронным переводом на русский язык. Уже после зрители делились своими впечатлениями. Весь состав Абхазского молодежного театра выразил огромную благодарность всем тем, кто оказал содействие в организации первых гастролей театра. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность ночью и утром без осадков. Во второй половине дня кратковременный дождь, местами туман. Температура воздуха ночью плюс 8, 13, днем 14, 19 тепла. Температура морской воды плюс 11. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин